МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дякуючу модернизации, якая проводилась на БМЗ в опошние два годы, завод повелись у потенциал стали плавильной вытворчасти до 3 млн тонн в год. В ближайший час годовые лишек, блюмов и заготовок складе около 700 тысяч тонн. Менавито таки объем будет перепрацовываться на новом стане. Проект по будовне цеха и организации вытворчасти сортового проката з'является ключевым у программы модернизации БМЗ на эту пятигодку и одним из самых масштабных за всю историю предприемства. Новый объект дозволит ожитявить полную перепрацовку летой заготовки и блюмов, а так само переход на выпуск продукции с великой добавленной вартостью. Стан дозволяя повеличить ассортимент продукции при минимальной переналадце. Разработка технологического процесса и поставка оборудования занималась итальянская фирма «Даниэли». Это один из лидеров именно в выпуске и проектировании оборудования металлургической продукции. Поэтому и на данном проекте были учтены самые современные разработки, последние модификации. Это высокопроизводительный, высокотехнологичный станц полностью с автоматизированным технологическим процессом. Под час визита президент Беларуси Александр Лукашенко перш за усе потекавился с правами на предприемстве. В этом году экспорт продукции изменился на 15%, управление с минулогодним выником. Это связано с падением середнего кошта беларусской металлургической продукции и снижением попыту на ее. План по сбытию новой продукции уже распроцованный. 24% будет реализовываться в Беларуси. Остатная часть пойдет в Германию, Аустро, Нидерланды и другие краины. Наладжены контакты с усветными автомобильными компаниями. Кировник державы дал старт в праце стану, а под часу встречи с коллективом отзначил, что увагу перш за усе требует звернуть на питание реализации. Даже не реализации, а цены. Сегодня в мире цены серьезно упали, в том числе и на вашу продукцию. Затратив почти 400 миллионов долларов на строительство этого цеха, нам надо возвращать кредиты. И при такой низкой цене, и при такой высокой зарплате, как у вас, мы не можем обслуживать эти кредиты. До помощи с этим холдингу в первый час может выпуск долготерминовых облигаций. Проект отповедного указа сейчас чекает подписка Кировника державы. Однако президент потребует широкая гарантия от банков, а от БМЗ – снижение себекошту продукции. В идеале на 25%. Ольга Вальченко, Валерия Гопанько, телерадио-компания «Гомель» сажлобина. Убольшаяк по вековой истории Гомельского областного телебачения сегодня отбылась подея, яка вызначит его развитие на долгие годы. Региональный телеканал «Беларусь-4 Гомель» будет ориентованный головным чином на усебоковое осветление життя нашей области. Про все, что отбывалось в первые хвилины вяшчанья – сюжет Олега Сентюрова. 25 вересня, 6 годин ранницы. До початка эфира я шепал годины, але вся творчая бригада уже на своих працовных местах. Дектору Наталье Игнатенко працовать в промым эфире не в першиню, але зараз отказанность особливо высокая. Перед самым початком работы нового регионального телеканала в центральную аппаратную заходит генеральный продюсер Национальной державной телерадио-компании Кирилл Казаков. Починается адлик часу, засталось 30 секунд 20-10. О 6 годин 30 хвилин починается вещание нового регионального телеканала. Беларусь-4 Гомель. Теперь можно убачить у личбового пакета и у кабельных операторов. Запуская канал Беларусь-4, мы рассчитываем на то, что зрители в областях будут с интересом смотреть программы, которые делаются именно у них, у них в городе, у них в регионе. Ну а что касается вообще глобальной вещи, то можно размышлять так. Белтель-радио-компания – это большой медиахолдинг, у которого сейчас 6 каналов. А запуская региональные каналы под единой кнопкой Беларусь-4, мы добавляем еще 5. В итоге получается, что Белтель-радио-компания – это компания, которая владеет 11 каналами на территории, которая называется Восточная Европа. История Гомельского телебачения началась 58 годов тому. Первая офицейная передача вышла в эфир 31-го Снежня 1957 года. Миновитая эта дата и стала днем народжения Гомельской телерадио-компании. С того часу тут реализовали сотни проектов, которые окрыстались о популярности угледачов. До речи один из них – «Вечеринка по пятницах» и стал подставой для принятия решения об открытии нового телеканала «Миновита» в пятницу. Почему бы новое хорошее дело не начать именно в пятницу? Тем более, что базовой программой нового телеканала «Беларусь-4 Гомель» будет аналогичная программа «Добрый вечер, Гомель». И я надеюсь, что в этой программе будет много интересных гостей, много интересных людей, тех, которые живут рядом с нами, и им будет что рассказать. Потому что свой канал мы запускали прежде всего для жителей всей области. Телерадио-компания «Гомель». Мы работаем для вас. Открытие нового регионального телеканала – логичный протяг у всей попередней деятельности телерадио-компании «Гомель». За прошлые годы тут створена добрая вытворчая база, но и все вещание обмежевывалось основным некоторыми годинами на канале «Беларусь-2». Теперь глядочам пропонуют широк новых проектов социально-экономичной, культурной, спортивной и правоохранной тематики. А в прочатах у сетку плануется включать ток-шоу с компетентными специалистами и промые телевизионные трансляции массовых мероприемств. Всегда рождение – это, конечно, появление чего-то или кого-то нового. Сегодня Гомельская область получает совершенно великолепный подарок, который я буду уверена в том, что гомельские зрители оценят по достоинству. Потому что те программы, которые сегодня идут с гомельского телевидения, конечно же, востребованы нашим зрителям. И думаю, то, что сегодня рождение нового канала «Беларусь-4» Гомель станет достойным подарком для гомельчан, жителей всей гомельщины и, конечно, гостей нашего региона. Все проекты, которые уже реализуются «Добрый вечер, Гомель» в годинной программе размываны актуальные темы и знакомства с разными людьми – наставниками, медиками, мастаками, артистами. В перспективе для дачи убачить так само программу для детей и доведуются, чем живет каждый регион Гомельщины. У Вогулі есть усе поставы стверждать, что на телеканале «Беларусь-4» Гомель будет шмат интересного. «Беларусь-4» Гомель – это 17-1 стадионного эфира. Уже сейчас у распространства находится около 10 региональных проектов, плюс по 6 информационных выпусков на протягу всего дня. Усёп «Житие региона» теперь на новом канале. Олег Синчаров, Евгений Накеенко, телерадокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Черговая телефонная размова с жихарами регионов по хвалючих их пытанях отбудется завтра. Представники выканавчей улады проведут промые линии. С 9 до 12 годин с вороты грамадян будет принимать старшиня Гомельского областного совета депутатов Олег Леонидович Борисенко. Номер телефона в Гомеле – 75 12 37. Параллельно промую линию проведет наместник старшиня Гомельского гарвы «Канкама» Сергей Анатольевич Радзюк. Звонков от жихаров областного центра чекают по номерам 75 18 54. Як и заусёды по субботах, промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы «Канкамах». Сегодня у Гомеле завершился областный фестиваль наставников замежных мау, які рыхтуюць дятей до предметных олимпиад. На протягу двух дён яны делились своими напрацовками и примали удел у деловых гульнях. Наши корреспонденты доведались об чём и шла размова. Фестиваль тренеров по предметных олимпиадах всё это пройшоу у четвертый раз. С початку думками и напрацовками обменивались наставники физики, потом географии и биологии. На этот раз запросили выкладчиков замежных мау, які рыхтуюць дятей до предметных олимпиад. У Гомельским областным институте развития адукации кажуть, что метапроекта – створение одзиной системы под рыхтолки навученцев до интеллектуальных споборництвов. У тренеров, які працуюць у районах, часто нема профессийных контактов с іншими коллегами. А тамой обмен вопытом практически не отбывается. Меж тым им, саправды, есть, что рассказать один одному. В використании тех же интернет-ресурсов, наприклад, школьники и так цікавятся информационными технологиями, але необходно накеровать их интерес у правильное речище. Интернет – это огромная возможность для учащихся попробовать свои силы, выучить язык, познакомиться с новыми друзьями, завести себе друзей из англоязычных стран и погрузиться именно в атмосферу иноязычного общения. На протягу троха пошних годов, по колькости дипломов на республиканских предметных олимпиадах, Гомельшина – лепшаяся род областей краины. Разом с тым, інші регіони так само не стоять на місце і пастоянно шукають нові методики подрахтувки. Зразуміло, що кожен настаунік, жадаючи обміновіта ягова, учні були лепшими. Але, коли не допомагать один одному, у пройгрыше у вийніку застануться усе. Удивительная вещь, но пройдет совсем немного времени и они станут участниками такой достаточно жесткой конкурентной борьбы, в ходе которой их учащиеся будут бороться за право отстаивать нашу область на республиканской олимпиаде. Но сегодня они единомышленники, с удовольствием делятся своими идеями, наработками. То есть мы считаем эту форму очень эффективной и полезной. Олег Сентюров, Сергей Негеревич и Гермарышченко, телерадиокомпания «Гомель». У Международный день миру в Гомельской области на свете з'явилося 65 детей, у Гомеле – 37. Новоспешных гомельчан и их мать повиншовали активисты областного отделения Белорусского фонда «Миру». И они наведали три родильных отделения и областный роддом. Под обязанностью в наступном сюжете. Добраченная акция «Дитя Миру» была заснована 9 годов тому. Подчасный статус присвоювается усім новонароченным, які з'явиліся на світ 21-го вірусня. По свечіні «Дяті Миру» отримлюють мати маленьких гомельчан. А яшчы кветкі і матеріальну допомогу у поміры 500 тисяч рублів. У масштабах в області на проведенні акції всю літа накеровано 34 мільйоны. Задача, яка цель? Ну, во-первых, чтобы, когда дети подрастут, ми їм вже видаємо свидетельство, вони знали, що вони дитя Мира. І цим самим вони себе будуть і краще вести, і краще вчитися, і так далі, і так далі. А коли стануть взрослыми, конечно, вони же будуть робити все, щоб дійсвіттєнно був мир, дружба між, во-первых, там, де вони живуть, і в цілому на планеті. Це нескільки об'язує. Конечно, ми не рішим цим вопросом полностью, але яку іншу долю ми будем способствувати миролюбію, яке должно бути серед людей. На супер-прогнозу Муратшоу Семен з'явився на світ крыху рані якраз 21 вересня і отримав статус дитя Міру. Ребенок по счету первый, долгожданный. Большое спасибо за допомогу. Деньги, наверное, потратили на пеленки, распашонки. У цілому за годы проведення акції Международные свята на Гомельщине народились і отримали миротворчі посвідчані 397 дяті. Особливо у Раджайному ПНУ Семеновіта 2015-й. Статус дитя Міру в області отримали 65 новонароджених. Ганна Ковалёва, Валерій Гапанько, телерадиокампанія Гомель. Новинна регіонна інформацію об проєктах телерадиокампанії Гомель ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by І на гэтым выпуск завершений. Усяго вам доброго і до нових зустріч. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд!